Всем привет! Это канал Toaster. Здесь все самое интересное о домашней технике. Если вы думаете, что мы целыми днями сидим в квартире, зарывшись в модных домашних гаджетах, то вы ошибаетесь. Мы очень любим изучать разные инновации, так или иначе, связанные с нашей жизнью. И вот приехали в Сколково, потому что сегодня здесь открытие умной фермы компании Panasonic. Что такое умная ферма, зачем она нужна и главное, для кого пригодится? Это мы и узнаем. Ну, меньше слов, больше дела. Пойдемте смотреть. И вот мы здесь, в Святая Святых. Это, ну, пока такая разработка умной фермы Panasonic. Здесь уже в течение года проходят эксперименты. И сегодня, кстати, компания Panasonic подписала соглашение с Московским государственным университетом, а именно с Химическим факультетом, о сотрудничестве именно вот в этой сфере, в сфере выращивания, умного выращивания зелени и овощей. Это так называемые вертикальные теплицы. Смысл в том, что здесь создаются идеальные условия для выращивания различных растений, ну, тех растений, которые идут в пищу. В данном случае здесь выращивается салат и японская капуста. Как будет строиться это сотрудничество? Компания Panasonic обеспечивает прежде всего техническую составляющую, да. Это специальный свет специального спектра, ну, и вообще вся электронная начинка. Там вот внутри этого помещения еще температура специально контролируется. И здесь происходит наблюдение за всеми этими процессами. Это специальная лаборатория. Здесь в Сколкове она работает. И все параметры, необходимые для правильного роста растений, они вот здесь вот изучаются и обрабатываются. Вообще в Японии, а также в Сингапуре и в Китае вот такие, ну, аналогичные, похожие на эти умные фермы Panasonic, они уже работают и производят продукцию, которая поставляется в супермаркеты. Почему решили сделать эксперимент в России? Ну, во-первых, потому что у нас очень хорошая научная база. Для этого вот в том числе как раз химфак МГУ. Почему химфак? Ну, не пугайтесь вот этого сочетания химический факультет. Дело в том, что здесь, в России, решено было сделать, ну, скажем так, более продвинутую систему умного выращивания растений. То есть сделать ее еще умнее. Наши специалисты будут разрабатывать специальные растворы вот с различными питательными веществами, которые необходимы для роста этих растений. Полная автоматизация вместе с биотехнологиями. И именно эту часть проекта и решено развивать в России. Вообще, что интересно, в компании Panasonic говорят, что сейчас уже ведутся переговоры с девелоперами, ну, с застройщиками, чтобы реализовывать вот эти вот вертикальные фермы в новых жилых комплексах, чтобы максимально снизить время попадания к вам на стол свежих овощей и свежей зелени. Когда проект будет реализован и такие фермы появятся в жилых комплексах, то путь, например, свежего салата до вашего стола, он займет, ну, максимум 2-3 часа. Вы сможете просто из квартиры заказать себе определенное количество, и вам его поднимут из фермы, которая находится в вашем же доме. Еще есть информация, что в 2021 году, ну, пока это примерные сроки, компания Panasonic планирует открыть большую умную ферму в Москве, чтобы выращивать урожай в таком большом количестве, и чтобы, как, например, в Японии, его можно было уже поставлять в супермаркеты, и это было бы доступно более широким слоям населения. Давайте пойдем пробовать, пробовать, насколько это вкусно, экологично и здоровая такая еда. Для обеспечения максимальной стерильности я сейчас преображусь. Надолго туда не пускают чужих. Вот этот салат, говорят, что он окей. Ну что, будем пробовать. Спасибо. Буду пробовать. Ребят, это правда вкусно. Он совсем не горький, такой очень нежный, прямо ммм. Что касается урожайности, то в компании говорят, что сейчас здесь, в этой лаборатории, она составляет около 4 килограммов салата с одного квадратного метра в месяц. То есть здесь площадь этой фермы около 11 квадратных метров, ну, можно посчитать, какая урожайность. Важный момент энергопотребление. Нам сказали, что оно составляет полтора киловатт-час. Ну, примерно 12 часов здесь нет освещения, потому что, ну, растения спят. То есть в течение 12 часов энергопотребление составляет полтора киловатт-час. Я думаю, что с обогревателем будет уместно сравнить, потому что обогреватель тоже может работать довольно длительное время на протяжении суток. Итак, давайте подытожим. Компания Panasonic вместе с Московским государственным университетом продолжит разработку технологии умного выращивания растений. В данном случае химический факультет МГУ займется разработкой и контролем различных питательных растворов, которые необходимы для роста растений. Более того, далее, когда растение вырастет, специалисты МГУ будут выяснять, насколько там много или мало различных питательных веществ и что еще нужно растению, чтобы быть максимально полезным для здоровья человека. Вот в этом заключается совместный проект с Panasonic. А японцы предоставляют всю техническую составляющую. Свет, электронная начинка, контроль температуры. Ну что, я с нетерпением жду того, что умные фермы будут развиваться в том числе и в России. Это канал Тостер. Здесь все самое интересное о домашней технике. Подписывайтесь, ставьте лайки. Увидимся!